Здравствуйте. Я Лидия со своими криминальными историями. Сегодня, пожалуй, криминальных историй не будет. Я решила как-то осмыслить про себя, наверное, как-то я об этом раньше не задумывалась. И рассказать, как я прикатилась до жизни такой, то есть до этой самой работы следователя. Ну, по крайней мере, если посмотреть назад, почему, как это было? Может, у меня родители или какие-то предки занимались респруденцией. Отнюдь, даже наоборот, мои предки, мои родители и дальше, до седьмого и прочего колена они были крестьяне, они были простые, рабочие. Может быть, у меня с измольства возникла какая-то такая романтическая мечта. В те годы это было модно, в 60-е особенно, бороться с преступностью, что как бы я прочитала какие-то книги или посмотрела какие-то фильмы или общалась с кем-то, из чего бы я заключила, что непременно мне нужно стать следователем. Отвечаю отнюдь. И даже наоборот, книг, как я уже раньше говорила, на эту тему практически не было. В фильмах тоже. Я помню, по телевидению была еще совсем молода, может, лет 12 было, мне 13. Помню, с той поры почему-то один фильм, дело номер 306, тогда играла Виа Артман, я ее очень любила. Там какой-то банальный был автодорожный автомобиль наезд и прочее. Суть я не помню, но название помню, как-то оно отложилось в памяти. Но тем не менее никаких последствий лично для меня, для моего выбора, этот фильм не сыграл. Заодно хочу сказать, и как я начала читать, тема нашего сайта чтения, книги и прочие дела. Мои родители, мои предки не прочитали в жизни ни одной книги. Вообще, никогда. Не досуг было. Нужно было работать, нужно было воспитывать, кормить, прежде всего, детей одевать, обувать и только. Другие дела, дом, хозяйство, то есть выживали как могли. А как я стала читать, к примеру. Помню, в соседях у нас Валентина Криволуцкая такая жила, она была годом, наверное, или двумя старше меня. И они жили, насколько мы были скромны весьма в своей жизни, но их образ жизни. Они жили в доме с матерью, а у них, видимо, нас рода не было. Их избушка меня приводила просто вот в трепет такой, в отчаяние. У них в доме не было ничего. У них была одна кровать, матрас, одна простыня, один подъяльник и две подушки. Все. Никакой обстановки больше. Кухня так называемая, стол безо всего. Две вилки, две ложки, две миски, одна сковородка, одна кастрюлька. Все. Больше у них ничего не было. Настолько. Одно платьишко из одежды, одна обувка. Ну, на зиму и лето. То есть настолько они жили вот нищим, просто невероятно. Но тем не менее, вот эта девочка Валя, она уже училась, видимо, года назад она была старше, где-то прогулась. Она уже хорошо читала. И как-то так вот вышло, что она меня вот к чтению начала обучать. Меня к чтению. Я не помню, как я эту азбуку изучала. То есть мне еще не было пяти лет, и я начала читать. Вот с тех пор, то есть под влиянием соседской дотанищей девочки, я начала читать. Причем начинать читать за поем. Своих книг у нас, естественно, дома никогда не было. Поэтому где-откуда придется, какие книги брала. Ну, а в дальнейшем, конечно, библиотеки. Я постоянный. И до недавних пор, так сказать, республиканская библиотека, я там тоже все перечитала уже. Я была посвящена на то, что у нас дома, так сказать, где-то порядка 10 тысяч книг у самих. Я постоянно была посетительницей библиотеки городских, районных, областных, республиканцев и так далее. Вот так было. Но по своему характеру я весьма скромная была, стеснительная, и поэтому, видимо, как бы ведомая, будем так говорить. Была у меня подружка тоже детства на улице, Люба Маковника так называемая. А вот у нее, ой, это Люба-то, старшая сестра Светлана, она работала, чем-то занималась, и поступила в МГУ, а мы-то из Сибири, и вовсе для нас МГУ, это ООО, где-то там. Она поступила в МГУ на юридический факультет. Причем весьма уже зрелые годы, то есть ей уже было года 23. И вот, когда мы где-то в классе 7, ну то есть лет 14-15 уже, стали как-то чем-то, о чем-то задумываться. Вернее, я-то как-то особо-то не задумывалась, с кем быть, как бы передо мной не маячила никакого, так сказать, идеала делать в жизни, с кого, как Маяковский говорил. Но, тем не менее, так сказать, вот тема вот этой Светланы Каминской, она потом стала, вышла замуж, она как бы где-то впереди Маяком таким светила. Но о республиканции мы не задумывались, нам, так сказать, пришла в голову мысль быть журналистами. Это как-то вот для нас было близко. Много читали, и я даже начала писать. То есть я быстренько каким-то макаром договорилась в школе от уроков труда, где мы шили, там чего-то учились, фартуки или чего-то, отринуть это все. И договорилась, что я буду вместо этих уроков труда работать в редакции районной газеты, как сейчас помню, «Власть труда» или «Искровича», нет, «Власть труда», да. Ну и туда писали. Ну, в свое время, кто, так сказать, в моем возрасте знает эти местные корреспонденты, рабкоры там, юнкоры и прочие эти коры, которые печатались в «Пионерской правде», ну и пониже, в том числе и в районных газетах тоже. Вот туда-то такие заметочки я и писала. Увлекалась историей, ну, настолько, насколько это можно было, я уже говорила, что с исторической литературой как-то напряги были, и к ним с осторожностью все относилось, да, так ли это все было. Но, тем не менее, каким-то макаром я в музей проникла, очень нас, Минусинский был, и есть тоже Кровический музей имени Мартианова, богатый очень, с 19 века еще там экспонаты. Я присоседилась там проводить экскурсии, уличные, не по музею, а уличные, поскольку вот дом, где жили декабристы такие-то, вот дом, куда приезжал, так сказать, Владимир Ильич Ленин там, и где-то что-то как-то, а вот дом. Ну, то есть, вот так по городу, вот такие, ну, и о музеях, в частности, вот таком. Проводила такие вот экскурсии для учеников, для учащихся, и, ну, даже и для взрослых, которые приезжали в Минусинский и иные граждане. Вот так. Мы так планировали. Значит, поступаем, прежде всего, мы на юридический факультет. Почему-то нам казалось, что в МИРФА поступить как-то полегче, чем на факультет журналистики. Мы знали, надо представить какие-то заметки или чего-то. Ну, кое-чего у меня там было, какие-то инкуровские заметки. Ну, наверное, это все-таки маловато, и как-то могут нас и не принять. Мы, значит, поступим на юрфа, а после первого, например, курса или второго мы переведемся уже на факультет журналистики, ну, а там дальше уже и не загадывали. Вот мы закончили школу, решили, давай так. Вначале попробуем сдадим экзамены неподалеку в Абаканский, так сказать, областной педагогический институт. Попробуем туда, на филологический. Давай попробуем. А потом уже поступаем на филологический. Я экзамены сдаю, причем, когда я сдавала экзамен по истории, то комиссия говорит, вы ничего не перепутали. Почему на филологический-то вы поступаете? Ну, хотя у меня отличным было и по русскому языку и литературе. Вы настолько знаете историю, настолько в ней, так сказать, ориентируетесь свободно и прочее дело. А не нужно ли вам поступать на исторический? А нет. Короче, вышло так, что я как бы сдала экзамены, моя любимая подружка, которая ведущая, она ничего, завалила оное. Ну, ладно, тогда мы никуда уже не поедем. Мы недостаточно еще подготовились, давай мы годик поработаем, поготовимся, а уж потом. Годик я поработал с цифровой машинисткой своей тетки в строительном управлении. Поехали. А в те времена экзамены в Красноярске, только второй год еще были, был открыт дневной факультет юридический. Раньше он был томским филиалом университета. И экзамены там были в июле, в МГУ в августе. А давай мы, вот, поедем в начале июля сдадим в Красноярский университет, на юрфак. Попробуем там, а если, значит, получится хорошо, поедем в МГУ. Давай. Поехали мы поступать теперь уже на юрфак в Красноярский университет, на юридический факультет. Ну и опять же, я экзамены сдала, а моя подружка заболела. Сдала я, причем, конкурс был по тем временам, просто, ну, кошмарный. Ну, где-то 37 человек на место. Я сдала так, что мне хватило проходного балла. И как бы, ну и что теперь? С таким трудом, можно сказать, хотя особо-то я и не напрягалась, так попробовать. Но, тем не менее, я ведь прошла, а вон 700 человек-то оказались за бортом, потому что набирали всего 25 человек или 50, что-то, на курс. Ну, ладно, давай тогда так. Давай мы, значит, начнем учиться, а после курса или второго мы уже переведемся в МГУ. Вот так и пошло. И поэтому, может сказать, случайно ли, случайно я попала на юридический факультет. Моя любимая подружка Люба сдала на заочное отделение, я сейчас не помню, как-то мы по мере возможностей стали отдаляться уже, потому что у меня очная студенческая жизнь, общежитская. Она наезла мне только, так сказать, из Минусинска на время сессии. Ну, вот так я стала учиться в Мерфаке, особо не напрягаясь, лишь бы не было троек, потому что иначе стипендии. Мама помогла мне выслать с папой только 40 рублей, исходя из своих заработков. Вот, и 40 рублей была стипендия, ну и плюс я еще и подрабатываю эти вынуждения. Была-то туалет в общежитии, мыла, смех один. И когда заходишь в туалет, орешь, есть там кто-нибудь в мужской туалет положил. Либо там еще какие-то работы, строят ряд, особенно проводником, например, после второго, по-моему, курса. Непременно проводником, потому что заработки там были более-менее. А у меня, видите ли, зрение, хоть и немного диоптрий, там около двух, но тем не менее должно быть стопроцентное зрение. Ой, впервые я пошла на подлог. Я послала, вернее, да, проходить окулиста, свою знакомую студентку, но ее подловили. Не помню уж, каким образом ее разоблачили, что это не я вовсе. Меня потащили в декану на расправу, и я прикинулась там такой бедненькой. Я такая нищая, мне так трудно живется. У меня родители работают на низкоплачиваемой работе. Я вот вынуждена была. Я только и сказал, ну ладно, ладно, всегда я вызвал. Подберите там ей что-нибудь на лето какую-нибудь там, работу такую соответствующую. Но я не остановилась. Я договорилась все равно с одной Зеленцовой Натальей. Она прошла всю комиссию. Тут уж, так сказать, фотография и прочее. Не сказать, чтобы мы были похожи, но, видимо, особо не поглядывались. Потому что комиссия она прошла полностью. И я под именем Наталья Зеленцова начала ездить, так сказать, на скором поезде фирменном Москва-Красноярск все лето. Уже настолько привыкла, что стала откликаться Наталью Зеленцову. Принем это меня и не звали. Вот. Нисколько я не горела желанием работать следователем, естественно, так как-то все шло. Лекции, ну, так. Где читала, где еще чем-то. В карты даже играли. Уголовное право, когда читал, горели их, положим. Да, это с удовольствием. Но слушала, только ничего никогда не писала. Я говорю, лишь бы сдать потом. Один раз прочитала достаточно, лишь бы на четверку, не ниже. И получить пенсию, стипендию. Один раз помню гражданский процесс. Противный такой предмет, чрезвычайный. Да и преподавательница тоже была чрезвычайно противная. Я прочитала на два раза этот самый гражданский процесс. Впервые в жизни. И что вы думаете, я сдала ее на тройку. Билет отвратительный попался. Зареклась после этого. И поэтому после третьего курса я проходила в прокуратуре Центрального района Красноярска практику у следователя. Но, естественно, подай, принеси и пошла. Как-то на меня не впечатлило. Действительно, то курьер, то кто-то там. Ни для чего-то там допущено не было. И особо-то не соображала, что это и куда это. Диплом не на кафедре криминалистике главного права. Вовсе даже нет. Отчего-то в теме отшивалось. На теорию государства и право на кафедре, к примеру. Да еще и тему мне такую дали. Она новая. Но это нужно было, естественно, руководителю кафедры. Для его диссертации абсолютно новая. Что-то только что вышло законодательство о рыбном хозяйстве. Что-то такое. То есть практики ноль. Почти ничего. Что-то мотелялась я там. Но диплом написала эти мнения именно в этом ракурсе по государству и праву. И в частности административная практика по какому-то там рыбному хозяйству. Бог знает какому. Вот распределение. Балл у меня был достаточно высокий. Ну что. Какие профессии в наше время котировала в 70-х годах? В 76-м году. Юрискомпция? Да не боже мой. Нотариус? О боже ж ты. Да никогда. Такая скука. Судьи? Нет. Для судей тогда нужно было проработать на юридической работе какое-то некоторое количество лет. Ладно. Но это тоже как-то не очень. Милиция. Только ссылка. И только под дулом пистолета. Потому что если туда завязнишь, то оттуда уже не выберешься. Тогда так было. Никогда. Только вышибутые жили за какие-то ужасные правильности. Больше никак. Ну и единственное престижное, единственное приемлемое, это, конечно, прокуратура. И в те времена она достаточно считалась престижной. Но я думаю, что и сегодня не так уж сильно упала. Хотя, конечно, не то. Совсем не то. В прокуратуру однозначно. Да, я имела право распределиться в прокуратуру. Распределилась именно в прокуратуру. Но, естественно, не в города. Всем же хочется в город. А в районный центр. Районная прокуратура маленькая. Единственное достоинство, что я выбрала именно этот район, так это недалеко от Красноярска. 120 километров всего лишь. Электрички, железная дорога, поезда и так далее. Можно было постоянно ездить в Красноярск, общаться с друзьями, которые там остались и прочие дела. Вот так я попала в прокуратуру. Субтитры сделал DimaTorzok